Напомним, ранее сотрудники диагностического центра провели протестную акцию. По их словам, несмотря на то, что в мае они работали полный рабочий день, зарплату им выплатили не в полном объеме, чуть больше мрот. А это намного меньше их обычных заработков. Разгорелся скандал. Краевой Минздрав организовал проверку. Ее результаты сегодня огласил министр. Мы выявили ряд недостатков при начислении заработной платы, которые должны быть устранены в заработную плату, которая будет начислена и оплачена в июле, за июнь. По словам Попова, в учреждении не все в порядке с трудовыми договорами и прочей документацией. Нужно привести все в порядок. Центру дали срок в три месяца. Главный врач центра Оксана Алексенкова уверяет, на самом деле недовольных не так много, а большинство врачей понимает, из-за карантина произошел всего лишь сдвиг по выплатам зарплаты. Я не снимаю себя вины, но мы стали просто заложниками ситуации. Потому что диагностический центр – это эксклюзивное учреждение в Алтайском крае, у которого нет прикрепленного населения, подушевого норматива и койка дня. То есть мы вот как потопали, так и полопали, как говорится. Добавим, действия руководства диагностического еще не получили оценки Следственного комитета края. Правоохранители продолжают проверять начисление зарплаты. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. День с толком.